Он был точно уверен в злом умысли и до смерти перепугал жителей девятиэтажки в советском районе. Самарские силовики весь вечер среды провели в работе. Сначала срочно выехали, думали готовиться теракт, потом ломали голову. Зачем им звонили и как квалифицировать сообщение с юридической точки зрения? Дело в том, что звонившего так обеспокоило состояние живого дома, что трещины в стене он принял за хранилище для взрывчатки. И был уверен, рванет вот-вот. Хотел как лучшее, что получилось в итоге в нашем сюжете. Вечером посреди рабочей недели в этом дворе всегда тихо партизанское 158. Дом подготовлен к теракту. В такой формулировке дежурному изложил суть своего беспокойства мужчина. Своей личности он не скрывал, наоборот, говорил, приезжайте, все покажу. Уже через считанные минуты двор был полон спецмашин, спецтехники и специалистов. Взрывотехников, кинологов, от МЧС до ФСБ. Я всю свою сознательную жизнь в горячих точках. Никон Никонович Евчук. Так мужчина представился журналистом и силовикам. Сам он якобы ветеран подразделений, спецназначений, структуры, которую не принято называть. Его опытный глаз сразу определил, эти трещины в стене дома точно схрон для взрывчатки. Сразу же позвонил и рассказал. Братил внимание на нарушение целостности стены возле подъезда дома. Правда, непонятно, какие основания возникли для подозрений. Я не могу ответить на этот вопрос. Я не понимаю, о чем вы спрашиваете. А почему вас сюда привели сотрудники поля? Это мои друзья. Пока мужчина общался с друзьями, жильцы томились в ожидании. Неужели правда? Люди спрашивают, что нам вещи собирать, документы. Люди уже кошек, собак под мышку собирались, потому что у нас первый раз такое мероприятие проводится. Как расценивать ложную тревогу с точки зрения уголовного кодекса, пока непонятно. С одной стороны, мужчина проявил бдительность. С другой стороны, у силовиков есть подозрение, что все это неспроста. Выяснилось, что здесь он оказался в гостях в личной жизни, якобы у Никона Никоновича не все гладко. Потому и повезли ветерана сразу на медицинское свидетельствование, на состояние алкогольного опьянения. Сергей Дрожевкин, Ольга Павловская, Алексей Вельмискин. Новости губернии.